МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узбекистан – аграрно-индустриальная страна. За годы независимости осуществлены кардинальные меры по экономическому реформированию в сельском хозяйстве, направленные на внедрение рыночных отношений и развитие частной собственности на селе. Основные выращиваемые у нас культуры – это овощи, зерновые и фрукты. Климатические условия нашего региона благоприятствуют развитию садоводства и виноградарства. Рациональное использование земельных участков, повышение доходов населения, обеспечение занятости, пополнение внутреннего рынка сельхозпродукции – сегодня эти аспекты находятся в приоритете. В свою очередь, трудолюбивые тихкани и садоводы, пользуясь предоставленными льготами и преференциями, вносят посильный вклад в успех общего дела, насыщение рынка свежими и качественными продуктами питания. Указом президента Узбекистана был создан Совет фермерских, дихканских хозяйств и владельцев приусадебных земель. Основными функциями этого органа являются защита интересов предпринимателей, работающих в аграрном секторе, а также контроль их деятельности. И с помощью данного совета во многих районах создаются вот такие современные агроцентры. Субтитры создавал DimaTorzok Эти центры оказывают определенную помощь землевладельцам, фермерам и другим производителям цельхозпродукции, предоставляют все виды услуг в системе, охватывающие цепочку от обработки почвы до изготовления готовой продукции. Каждый человек по случаю Дня независимости старается внести свой достойный вклад в празднование этой знаменательной даты. Фондом поддержки фермерских, дихканских хозяйств и владельцев приусадебных земель в целях поддержки обществу ограниченной ответственности Кочлия-Томарка-Хазматы были выделены полтора миллиарда суммок кредитных средств, направленных на развитие кластера, создание холодильных складов, построение теплиц, развитие рыболовства. Основной целью выделения данных средств является организация эффективного использования приусадебных земель, трудоустройства незанятого и временно безработного населения, а также разумное использование каждого клочка земли. Данный агроцентр был создан за счет средств, выделенных агробанком и предназначен для улучшения качества продукции, выращенной на приусадебных участках, увеличения количества людей, выращивающих продукцию на приусадебных участках в 2-3 раза, а также для переработки выращенной продукции и доставки продуктов высокого качества на внутренней и внешней рынке. В то же время он служит для обеспечения занятости безработного населения района. На сегодняшний день из средств Фонда поддержки фермерских деханских хозяйств и владельцев приусадебных земель планируется выделить 20 миллиардов сумм для дальнейшего расширения оказываемых фермерских услуг в Ташкентской области. Выделенные средства будут направлены на создание теплиц для владельцев приусадебных земель, обеспечение населения качественными знаниями и навыками, создание холодильных складов для правильного хранения выращенных продуктов и расширение рынков, позволяющих реализовывать произведенную продукцию. Еще одной целью является повышение качества произведенных на приусадебных землях продукции и организация ее реализации на вторичном рынке, а также переработка и упаковка выращенной продукции с последующим ее экспортом на мировые рынки. Кроме того, в этом центре еще предоставляются консультационные услуги агрономов, ветеринаров, специалистов защиты растений, обслуживание мобильных групп, капельного орошения, птицеводства, кролиководства, садоводства и виноградарства, услуги по предоставлению техники, поставке минеральных и искусственных удобрений, а также транспортные услуги. Также в агроцентрах планируется наладить систему закупки, переработки и реализации культивируемой продукции. Согласно указу президента Республики Узбекистан, от 15 июля 2021 года в Ташкентской области создан образцовый центр оказания комплексных услуг по защите растений. Этот агроцентр предлагает широкий спектр сельскохозяйственных услуг. К ним относятся современная лаборатория по диагностике растений и почвы, созданная для определения качества плодородия почвы, доступности питательных веществ, их усвояемости растениями. Агромаркет, магазин сельскохозяйственной продукции, консультация агрономов, ветеринаров и специалистов лаборатории, обслуживание фермерских угодий и садов с помощью мини-техники, имеющейся в распоряжении агроцентра, колл-центр для получения поддержки. Общая стоимость проекта по созданию агроцентра в Ташкентской области составила 5 миллиардов сумм, из которых 2,5 миллиарда сумм составил банковский кредит. Открытие такого центра позволило создать 40 рабочих мест. Также запущена программа «Агрозамин Оземезники». Она является розничной торговой площадкой, позволяющей фермерам быстро и легко продавать выращенную или произведенную ими продукцию. Сейчас также реализуется программа «С поля на стол», и мы собираемся по принципу «Одна махаля – один вид продукции» предоставлять фермерам определенный вид посева, а в дальнейшем оказывать помощь в реализации произведенных продуктов. Одной из основных целей создания агроцентра является повышение перспектив населения по всестороннему использованию приусадебных участков, а также увеличение уровня продуктивности земель путем предоставления качественных посевов и своевременной обработки земли. Я и раньше был предпринимателем, а после поступления от Агробанка предложение по созданию агроцентра, приступил к осуществлению этой деятельности. Ранее моя предпринимательская деятельность состояла из импорта скота из зарубежных стран и дальнейшей реализации их местному населению, а также строительства теплиц. Как молодой предприниматель, я рад открытию такого центра. Благодаря приложенным усилиям я смог добиться больших успехов. В области сельского хозяйства предстоит еще много работы, и использование этой возможности дает мне моральную поддержку. В будущем я планирую расширить свою деятельность и обслуживать еще больше людей. Открытие нашего агроцентра стало дополнительным праздником ко Дню независимости. В соответствии с восстановлением президента Узбекистана от 16 декабря 2021 года о дополнительных мерах по повышению эффективности использования приусадебных земель и финансовой поддержки предпринимательских инициатив населения начата широкомасштабная работа в банке. Банк проводит активную работу по развитию сельского хозяйства, в частности, поддерживая внедрение научных исследований. Стоит отметить, что раньше вот эти территории нашего района были заброшенными. Нам удалось улучшить их при помощи предпринимателей. Для дальнейшего улучшения данного района создаются агроцентры. Сегодня в районе проживают 1707 жителей и имеется 335 хозяйств. В настоящее время у нас есть также проект по выставлению на аукцион земли площадью в 20 соток и строительству там мини-спортивной площадки для молодежи. В районе трассы по направлению Волмалык есть старая чайхана, в подвальной части которой также при помощи предпринимателя мы планируем открытие швейного цеха. Благодаря этому 15-20 женщин будут обеспечены работой. Относительно недавно построенного сооружения могу отметить, что на первом этаже центра планируется оказание различных услуг фермерским хозяйством, а на втором этаже открытие учебного центра. Там будут работать курсы по обучению русскому и английскому языкам, шитью, рукоделию. Сегодня агроцентр уже реализует многие виды сельскохозяйственной техники, культиваторы и устройства, необходимые для построения теплиц. В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистана во многих регионах республики планируется открытие подобных агроцентров. Как помощник Хакима могу сказать, что в процессе строительства центра, который открылся на ранее заброшенной территории, сами жители проявили инициативу по оказанию помощи, а также в проведении работ по благоустройству. Немаловажный факт, что открытие данного центра также будет способствовать увеличению количества рабочих мест в регионе. Хотелось бы сделать акцент и на молодежь, которая готова участвовать в разных интересных проектах, демонстрировать новое нестандартное мышление. Эту девушку зовут Муаза. Она студентка Черчихского государственного педагогического университета и проживает в Махалинском сходе граждан Майранкул. Узнав о ее благородных намерениях, мы были приятно обрадованы. Услышав об открытии агроцентра в этом районе, я начала активно интересоваться его деятельностью, ожидаемыми новшествами. И вот после того, как центр построили, я узнала, что второй этаж предназначен для создания учебных курсов. Тогда я обратилась к администрации района с предложением бесплатно обучать английскому языку детей из малообеспеченных семей. И получила согласие. Мы договорились, что буквально после праздничных дней, начиная с первой декады сентября месяца, начнутся занятия. С нетерпением жду этого дня. Охотно буду обучать детишек. Ведь не секрет, что есть семьи, у которых недостаточно средств на получение дополнительного внешкольного образования. Я буду стараться внести свой вклад в открытие молодых талантов и дальнейшее развитие их знаний. Мы находимся в районе знаменитых виноградных и фруктовых фермерских хозяйств, которые раскинулись в обрамлении горных кишлаков. Здесь еще можно познакомиться с уникальными историческими памятниками, святынями и красивыми природными ландшафтами. А путешествие по бескрайним виноградникам вдоль живописных пейзажей и чарующих глаз мест, пожалуй, вдохновит любого. Не случайно сюда приезжает даже просто полюбоваться окрестными холмами, зарядиться энергией природы. Паркент действительно один из красивейших уголков Узбекистана. Главное богатство Паркентского края – его виноградники, разбитые на склонах Чаткальского хребта. Уникальные природные условия позволяют выращивать здесь как столовые, так и винные сорта винограда. Это настоящее виноградное королевство. Фермеры культивируют здесь разные сорта винограда. История виноградарства в Узбекистане имеет многовековые корни. Наш удивительный край – один из древнейших и блестящих очагов культуры и виноградарства. В Узбекистане накоплен большой опыт возделывания технических сортов винограда, из которых получали высококачественные марочные столовые и десертные вина, отвечающие требованиям мировых стандартов. В свое время такие маркетинги, как Узбекистан, Гулякондос, Ширен, Алиатика, Малахат, Офарин и другие экспортировались из Узбекистана. Эти марки вин неоднократно награждались золотыми и серебряными медалями на международных выставках. И сегодня виноградарство, как отраслевой драйвер экономики нашей республики, поддерживается льготами и субсидиями. Мы, проживая в Заркенте, являющегося одним из предгорных районов Паркентского района Ташкентской области, занимаемся виноградарством. Виноградниками обеспечено более чем 13 тысяч человек, проживающих в нашем районе. Я сама являюсь потомком героя Узбекистана Таджибая Резаева, вырастившего эти виноградники всего лишь из одной лозы. И мы продолжаем его благородное дело. Благодаря занятию виноградарством у населения есть заработок, позволяющий людям обустраивать свое хозяйство. Тем самым мы сокращаем уровень бедности в районе. Большая часть населения, в том числе и мужчины, и женщины, заняты в этой сфере, которая им и удовольствие приносит, и доход в семьи. В наших предгорных регионах мы орошаем земли в засушливый сезон, а в осенне-зимний период земля орошается за счет дождевой воды. И для нас вдвойне приятно, что наш паркенский виноград держит свою марку и экспортирует продукцию за границу. Весь этот виноград выращивается именно на этих землях. За последние 5-6 лет площадь наших виноградников увеличилась. Сегодня она составляет 2,5 тысячи гектаров. На этих землях выращиваются разные сорта винограда. Среди них знаменитый на весь мир розовый сорт Ризомат. Виноград сорта Кишмиш. Изготовленный из него изюм активно экспортируется в страны СНГ. В соответствии с указами и постановлениями президента создаются благоприятные условия, позволяющие нашим сотрудникам заключать экспортные договора и с другими зарубежными странами. Около половины нашего населения сейчас трудоустроено, и мы продолжаем продвигать предпринимательство. Наша семья тоже занимается семейным предпринимательством. Недавно на встрече в честь Дня предпринимателя президент выдвинул ряд инициатив и предложений, направленных на улучшение предпринимательской среды. Одно из них – это снижение с 1 января 2023 года налога на добавленную стоимость с 15% до 12%, что, естественно, не может нас не радовать. Мы удовлетворены теми реформами в сфере предпринимательства, которые проводятся под руководством главы нашего государства. На сегодняшний день, в преддверии праздника, беря в расчёт одно только наше хозяйство, уже 500 тонн урожая подготовлены к экспорту. Мы занимаемся поставкой винограда не только на внешние, но и на внутренние рынки. Кишлак-Заркент располагается в предгорной зоне в 5 километрах восточного паркента. Высота над уровнем моря от 800 метров и выше. Все окрасности Заркента засажены плантациями элитных сортов винограда и фруктовыми садами. В последние годы в этом регионе активно развивается туризм. По садам и виноградникам Заркента пробегает маршрут агротуризма. У нас в Узбекистане имеются большие возможности по значительному увеличению производства высококачественной свежей и сушёной продукции винограда. Это благоприятные почвенно-климатические условия, прекрасные столовые изюмные и кишмишные сорта винограда, а также разработанные наукой эффективные технологии их возделывания. Для длительного хранения винограда нужно соблюсти определенные правила. В холодильном складе обустраивают контейнерный тип хранения. Объемы контейнеров определяются от габаритов склада и природной прочности ягод. Рекомендовано укладывать грозди винограда в один слой, а содержимое каждой упаковки должно быть однородным. Виноград в таре не укладывают слишком плотно. В камере длительного хранения, где хранится виноград, должна поддерживаться постоянная газовая и температурная среда. Так, температура хранения должна составлять от минус 1 до плюс 1 градусов. Однако точные показатели рассчитываются каждым предприятием в зависимости от сортов для закладки и условий выращивания сбора. Оптимальная влажность в камерах колеблется от 90 до 95%, а кратность циркуляции воздуха определяется, исходя из сорта продукции, режима и срока хранения, а также выбранной упаковки. Важно поддерживать все основные параметры на заданном уровне, чтобы предотвратить возможное образование конденсата. Это сооружение вмещает в себя 700 тонн урожая. Здесь хранятся не только разные сорта винограда, но и овощи и фрукты, которые выращиваются в этом хозяйстве. Виноград остается в огромном холодильнике вплоть до февраля-марта месяца следующего года, то есть до начала весны хранятся по специальной технологии, благодаря чему товар остается свежим и отправляется заказчикам. Чтобы товар не испортился и был доставлен до назначенного места, нужно обязательно сохранить товарный вид продукта. Влияющих на это факторов очень много, например, транспортировка и доставка. Деревянный ящик является самым оптимальным, экологически чистым и удобным видом тары для винограда. Чтобы не закупать специальные ящики для перевозки винограда, здесь сами изготавливают из топориного дерева. Для этих работ созданы дополнительные рабочие места для местного населения. Всего за несколько минут рабочие этого предприятия могут изготавливать вот такие легкие и практичные тары. Изюм – один из самых распространенных и полезных видов сухофруктов. Изюм узбекский черный произведен из сортов винограда, имеет синеватый налет, поэтому его часто называют не темным или черным, а синим изюмом. Наш черный изюм обладает терпко-сладким вкусом, насыщенным ароматом, не имеет косточек. Хранить изюм следует в стеклянной таре или в бумаге, при комнатной температуре и средней влажности до 6 месяцев. Калорийность узбекского черного изюма составляет 291 килокалорий на 100 грамм продукта. Вы когда-нибудь видели, как сушится виноград в домашних условиях? Я, например, нет. Известно, что просушка из всех видов переработки позволяет сохранить большую часть витаминов и микроэлементов. Сушка также решает еще одну актуальную задачу – сохранение урожая, особенно когда он обильный. Таким образом, излишки не пропадут, а дома всегда будет вкусный и полезный перекус, который станет хорошим источником витаминов в весенний период. Сушить можно практически любой сорт винограда, но крупные ягоды с тонкой кожицей будут требовать большего количества времени и усилий для просушки. Также плоды с крупными косточками не очень приятно есть, Поэтому здесь считают, лучше отдавать предпочтение винограду с мелкими ягодами или средней величиной. Их мякоть и кожица должны быть плотными, семена мелкими или вовсе отсутствовать. Если брать сорта, где плоды совсем не содержат семян, в результате получится кишмиш, а из ягод с семенами получается изюм. Итак, свой выбор лучше остановить на столовых или специальных столово-изюмных сортах. Они имеют ранние сроки зазревания и обычно имеют склонность к осыханию еще на кустах. Для получения кишмиша выбирают кишмиш белый, кишмиш черный, кишмиш заравшан. Для изюма подходят розамат, султона, намрань. В данном случае здесь сушится виноград сорта черный кишмиш. Следует уделить внимание и вкусу сырья перед началом процесса. Виноград обычно отдают предпочтение сладким сортам, которые после усушки становятся еще слаще и хорошо хранятся. Но некоторые хозяйки выбирают виноград с кислинкой, а затем пересыпают его с сахаром при хранении. Здесь нужно полагаться только на свой вкус и предпочтение. Способов получить из свежего винограда изюм несколько. Каждый имеет свои преимущества. Сушение на солнце или в тени являются самыми простыми вариантами. Не требует затрат электроэнергии, но они и самые длительные по времени. Придется на протяжении нескольких недель следить за процессом. Перебирать сырье, переворачивать и перемешивать ягоды. А также они сильно зависят от погодных условий. Если внезапно начнутся дожди, то придется искать другие способы продолжения сушки, чтобы усилия не были потрачены зря. Не пришлось выбрасывать в урожай, не успевший дойти до нужной кондиции. Если позволяет размер участка, где можно построить хорошо проветриваемый навес или есть открытая веранда, можно воспользоваться еще одним древним способом сушки винограда. Его до сих пор используют в странах Центральной Азии. Сушка в тени позволяет сохранить натуральный цвет, аромат и максимальное количество полезных веществ. Процесс, конечно, протекает медленнее – 4-5 месяцев и требует внимательности. В этом случае ягоды не снимают с веточек. Их развешивают прямо в гвоздях. Это обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Таким способом можно сушить виноград и на чердаке дома, если там можно обеспечить приток воздуха. Процесс может продолжаться и с наступлением холодов. Продукт выдерживает понижение температуры до минус 10 градусов. Когда изюм достаточно высохнет и будет готов, его снимают с веточек и отправляют на хранение или реализацию. В настоящее время, помимо ведения бизнеса, я также являюсь депутатом Кингаша народных депутатов Ташкентской области. Наш глава государства не раз подчеркивал, что депутаты прежде всего должны выступать связующим звеном между населением и властью. Изучая поступившие от населения обращения, мы доводим до вышестоящих должностных лиц возникающие проблемы, добиваемся их решения. В результате сейчас в самых отдаленных уголках региона проводится асфальтирование дорог, устанавливается освещение, благоустройство, создаваемое удобство, безусловно, радует жителей района. Не оставляем без внимания и нашу молодежь, стараемся обеспечить их работой, пусть даже сезонной. Когда в работе ты добиваешься успехов, это всегда выдушевляет, наполняет приподнятым настроением, и поэтому ощущение важного для нас государственного праздника чувствуешь вдвойне. Мне хочется искренне поздравить весь народ Узбекистана с праздником и пожелать всем успехов. Как показывает практика, сельское хозяйство – перспективное направление для бизнеса. Каждый потенциальный агропредприниматель может выбрать интересный для себя модель бизнеса. При грамотном построении направления можно выстроить свой агробизнес таким образом, что он станет самоокупаемым довольно быстро. Сегодня это можно увидеть на фактических объектах во многих регионах нашей республики. Учитывая, что сельскохозяйственный сектор играет ключевую роль в росте экономики Узбекистана, государством осуществляется глубоко продуманная стратегия развития отрасли, направленная на обеспечение продовольственной безопасности страны. Этот подход к производству кладообочной продукции как важной составной части всей системы жизнеобеспечения населения, поддержания его здоровья, а также создания условий занятости, стал одним из основных векторов экономической и социальной политики государства. Наша республика является одним из ведущих государств в СНГ по производству плодообочной продукции, фруктов, винограда, так как почвенно-климатические условия страны позволяют выращивать практически все виды сельскохозяйственных культур и стал крупным экспортером более 150 видов свежей и переработанной плодообочной продукции. Вместе с тем важнейшим направлением дальнейшего устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства Узбекистана остается внедрение инновационных агротехнологий и его оснащение высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой. Субтитры подогнал «Симон»!